Интересную информацию дает Милу Таймс. Они говорят, что после вторжения России в Украину, НАТО готовится к боевым действиям на ее границах. Вот я подчеркиваю. И пишут о том, что самая кровавая война в Европе за последние 80 лет заставила НАТО перейти от стратегии ожидания к доктрине, которая повествовала во время Холодной войны оборонять каждый дюйм земли Альянса. Но в то же время Альянс решила перейти стратегии сдерживание воспрещением. Что это за стратегия сдерживания воспрещением? Скажите мне, пожалуйста. И чем эта стратегия отличается от той, которая была до войны? Ну, до войны, по крайней мере, до... Даже не до войны, я бы так сказал. До вчерашнего или позавчерашнего дня у них стратегия была отвечать на уже удар. То есть на уже прошедший удар. То есть у них вся концепция развития отношений, событий была построена на том, что вот сначала враг должен нанести удар, мы его зафиксируем, проверим, посмотрим, под всеми углами продублируем, рассмотрим. И после этого консенсусом примем решение, как мы все это будем отвечать. Ну, в общем, ребята тоже далеки от военных действий, как таковых. Вот после того, как 24-го числа было время 4 утра 24-го февраля и 5 утра 24-го февраля, так вот это очень два разных часа. Вроде бы рядом всего лишь один час между четырьмя и пятью временем. Но до четырех это было одно, после пяти это был совсем другой мир, мир другой. Он изменился чем? Идет нападение, идет жесточайший удар, потери десятки тысяч человек, гибнуть. И вот это называется удар, начало удара. Так вот, наконец-то, через год только до стран НАТО дошло, что, не, наверное, мы такого не будем выдерживать, потому что примерно такой же самый удар по Польше, по Прибалтике, по Румынии, допустим, или сейчас уже по Финляндии, он принесет не десятки, а сотни тысяч жертв. Там все-таки плотность населения такая побольше, чем в Украине иногда. Потому уже начали придумывать другую стратегию. Она в основном связана с концепцией превентивного удара. Как только начнется где-то сбор такого рода армии, как была собрана в районе Украины, значит, надо наносить удар по этой армии. Неважно, с какими целями она собирается. То есть, если еще раз 100-200 тысяч российских солдат возникнет в районе Польши под разными предлогами, даже не нападать, а просто начнут собираться для того, чтобы потренироваться в районе Польши, значит, надо их уничтожить на территории Беларуси. Если они там в районе Кольского полуострова начнут пучковаться, такое количество, значит, их надо уничтожить на территории России, Кольского полуострова, до того, как они нападут на Финляндию. Это правильный подход. Ну вот, за счет десятков и больше сотни тысяч жизней украинцев вот до стран НАТО наконец-то дошло, как нужно отвечать на удары, а тем более россиян, этих товарищей. Говорят, что вот этот закон об электронных повестках, который мы с вами уже обсуждали на днях, что это было как бы следствие, ответ, ну, было распоряжение Путина именно это сделать, потому что говорят, что, ну, вот некоторые источники говорят, что начальник был очень возмущен тем побегом, массовым побегом, который случился после первой мобилизации. Он сказал, что закрыть границы, да, и начать воспитывать в людях патриотизм, как он обычно высокомерно говорит. Вот, собственно говоря, и ответом решилось довольно, вернее, стало довольно быстрое, да, решение Госдумы. Говорят, что только мать Собчак не голосовала, Людмила Нарусова, за это решение. Она голосовала против конкретно. Но Людмила Нарусова может себе позволить. Она знает, что она неприкасаемая, знает, почему она неприкасаемая. Но, тем не менее, вот я кому-то говорила из своих собеседников, что второй раз такого бегства мы не увидели границам. Что это означает? Что все, кто хотели выехать, уже выехал? Все, у кого была такая возможность. Дело в том, что паспортизация у россиян зарубежными паспортами, она на низком уровне, там проценты, если вообще не доли процента. То есть у большинства россиян просто нет зарубежных паспортов. Они никуда не двигаются из России. И после первой мобилизации, вернее, перед первой мобилизацией, в процессе мобилизации, выехали те, у кого были паспорта, у кого были куда ехать и понимали само действие как таковое на выезд. Остальные оставшиеся россияне уже даже атомной бомбой будут падать на Россию, никуда не выйдут. Вот это глубинный народ. Вот они в своей такой глубокой душе, где-то очень глубоко живут и двигаться никуда не будут. Потому даже если бы было сказано, вот через неделю будет мобилизация, выезжайте, а кто может, уже никто никуда бы не ехал. А вот сама по себе мобилизация, она чуть все-таки другой, я думаю, технический момент имеет. Дело в том, что не Путину, а мобилизационной системе армии российской на плохом опыте прошлой мобилизации нужно отбирать сейчас уже в армию мотивированных и профпригодных. Они поняли, что простая мобилизация, просто сбор с улиц людей, которые не мотивированы и не профпригодны, которые не хотят и не могут воевать, они это просто угробить танк, угробить пушку, угробить самолет, ну что угодно, то есть еще угробить технику. И нет смысла к этому подходить. Поэтому пошли по такому длинному маршруту. Сначала нужно определить, во-первых, сколько людей осталось, кто из них профпригоден. То есть это надо определить в УСы, военные учетные специальности, каждого человека, провести определенный анализ. Они сейчас этим будут заниматься, они сейчас разошлют всем повестки для того, чтобы все пришли в военкоматы и хотя бы показали. Она называется военкому, надо посмотреть на морду лица будущего военнослужащего, чтобы понять вообще, брать его в армию или не брать. И поставить его в первую очередь или в последнюю. И вот эту морду лица, увидев уже Министерство обороны, будет понимать, какой вообще у нее потенциал как таковой и как можно с ним работать. И скорее всего дальше уже будут из этих морд выбирать поочередно и предлагать не мобилизацию. То есть я не думаю, что они будут мобилизовать. Они будут предлагать контракт. Вопрос, как предлагать контракт. А на контракт надо уже мотивировать. Здесь нужна мотивировка. Опять же, не мотивированный военнослужащий, даже и профпригодный. То есть самый классный тракторист, который может быть самым классным танкистом, но не хотящим воевать, его также в танк нельзя садить. Он может хорошо на этом танке летать, как на самолете по поле боя. Но если он не хочет воевать, он воевать не будет. В конце концов, танк пропадет. Потому их надо будет мотивировать. Мотивировать можно только финансами на данный момент. Уже сказками про великое будущее или про страшный Запад не расскажешь. А о финансах, это значит, что надо поднимать денежное удовольствие. Вот я думаю, в таком режиме запущен сам механизм подготовки к мобилизационным действиям. Ну, знаете, на деньги, на действия осла привязывай. Вот они же заканчивают, так сказать, по примеру китайских товарищей формировать такой цифровой концлагерь у себя в стране. И говорят о том, что в Москве адреса, по которым живут призывники, будут определяться с помощью городской системы видеонаблюдения. То есть можете себе представить вообще эту историю. Говорят, что Москва, кстати, занимает в одной из первых мест в мире по количеству видеокамер. Но не знаю, как на практике это можно применить. Сколько людей нужно сидеть, наблюдать за призывниками. Вот я не понимаю этого. Наверное, не так. Скорее всего, будет включена программа распознавания лиц. Просто одна большая проблема. Дело в том, что россияне в основном это такие генномодифицированные за 700 лет китайцы. И именно китайская система уже... Вот представляете, там полтора миллиарда человек, они их друг друга распознают, оказывается. Для меня все полтора миллиарда на одно лицо. А они их, оказывается, могут распознать. Потому как раз из-за этой генномодификации россиян китайской, как раз китайскую систему и будут брать распознавание лиц. Субтитры создавал DimaTorzok